Где учатся российские судьи? Вот где они убираются от этого вот всего? У тебя в кошельке фотография Стаса Варшавства? Итак, друзья, мы не знаем, видно нас или нет. Это Артём. Привет, Артём. Здравствуйте, Алексей. Мы пригласили Артёма, чтобы поговорить на тему судью на мыло. Он, правда, не знал. Другая тема же была. Да. Судья чударь. Утка. Утка? Утка. Утка по-английски дак, Артём. Артём, на самом деле мы хотим поговорить с тобой о твоём последнем триумфальном бое бои на Blue and Purple Belt Trial. Трайл. Трайл. Правильно, да, я говорю? Blue and Purple. Расскажи, пожалуйста, ты долго к ним готовился? Нет. Вообще не готовился. Сейчас я, как обычно, одну схваточку и судить. Ба! Я пришёл судить. Говорят, бороться будешь? Буду. Говорят, и всё. А сколько ты заработал за последний бой? Траву плеча, локтя, шеи и что-то ещё сзади. Это нормальные такие минуса. Мази, МРТ, ЛФК, физиотерапия. То есть работа судьи, мало того, что прибыльная, особенно на Триале. Так ещё и травмоопасная. Ну, про минусам и запикаем. Пусть все думают, что судить на BG Flex Trial очень выгодно. Но бесплатно, но выгодно. Ну, просто так, потому что по-пацански выгодно дружить с нами. Так вот, Ахтём. Как же судейский опыт? Поговорим, да, о судейском опыте. Вопрос такой у меня. Ты когда-нибудь встречал на своём опыте, судейском или компетиторском, сколько-то у тебя там, две схватки, да, за твою компетиторскую историю? Одна, я помню, по белу. На Абугаве Волт Про. А, была, да. Значит, три. Три. Одна по белым, одна по синим, и вот в это воскресенье по фиолету. Как вы поняли, у нас компетитор в гостях в нашей студии. У нас даже есть световые приборы, иначе было бы темно. В нашей студии компетитор, судья, тренер. К тренерству мы вернёмся позже. Есть там пару вопросов, пару претензий. Но давай сначала разберёмся с судьями. Скажи мне, вообще, насколько сложно заниматься судейством в России? В России! В России! В России! До того, как ты сказал в России, я хотел сказать просто довольно сложно. Но когда ты добавил в России, у меня даже этих эпитетов не нашлось. Ну, ты просто малых книжек в детстве читал. Только правила. Итак, у нас в гостях человек, который читал правила. Чего, кстати? Турниры. Правила турнира какого? Ну, у каждого турнира, на котором ты судишь, можно читать правила. Это иногда IBGF, иногда арабские правила, иногда очень редко УВВ грепплинг. Но там тоже есть правила, я даже их читал. Мы даже однажды их пересказывали с Артёмом. В Туле, да, было дело. Будучи в Туле. И я был тогда белым поясом, Артём, я не помню, ты каким был? Уже синим? Синим, кажется, уже был. И мы рассказывали свою версию, версию правил грепплинга и УВВ в Туле. Вообще-то, как ты находишь, не устарела ли сама вот эта вот фишка с положением на турнир? Положение. Я думаю, это больше к грепплингу относится. И к спорту. К спорту. Борожение и спорт. Поэтому нам такие документы и всякие формальные с ними не нужны. Мы можем просто пойти, побороться. Ты когда-нибудь видел регламент соревнований в какой-нибудь Жопенгаген Оупен по ЭБДЖ? О, положение. Нет. Турнир по Пенгаген Оупен проводится с целью популяризации здорового образа жизни. И что-то там, ну, когда патриотического воспитания. Вот эта вся вся эта фигня. Все нормальные турниры. Ну, нормальные я имею в виду по БЖЖ. Я имею в виду Арабов или ЭБДЖФ. Так, тогда ты сейчас Триал забыл. Это праздник жизни. А, точно. Это не турнир. Триал не турнир. Вот. Там вы заходите на сайт, есть роллбук. На ЭБДЖФ есть каждый раз дополнение к роллбуку, где все изменения они прописывают. Все. Кто-то даже заморачивался и переводил на русский язык перед МИО еще в 14-м году. Это ЭБДЖФ был, да? Да, я помню. Да, заморачивались. Есть переведенные правила на русский язык. Все есть. Надо просто почитать. Ребята с БЖЖ тоже переводили, по-моему, ЮАЭДЖФ правила на русский язык. Актуальные на тот момент. Чумовая работа на самом деле, но в пустоту, потому что все равно их никто не читает. А зачем? Тут интересная ситуация получается. Ну, казалось бы, зачем я буду читать правила, а их судья знает. С другой стороны, я всегда могу предъявить претензии судьи. Ну, как бы теоретически. По правилам не могу, но так могу. Эээ, слышь! Да. Вот как судья с этим справляется? Это же стресс. Это стресс. Ты постоянно, я не знаю, твоя мама постоянно икает, когда ты судишь на ковре. По моему опыту, если ты просто шаришь и уверен в своих знаниях, а тебе кричат какие-то несусветные вещи, ну, это просто мимо проходит. Ну, и все. То есть ты, если знаешь, у меня была одна же ситуация на гимназиуме. Вот это вот спорный момент, когда защищаются люди от свипов, но думают, что это трикдаун. И я помню, там такой кипиш подняли, там чуть ли не весь турнир остановили, позвали там организатора, позвали главного судью, всех позвали. Там кипиш-кипиш, в итоге все дружно смотрели видео и в итоге все дружно пошли в кино. С чьей мамой? Ну, со своей. Каждый со своей мамой пошел в кино. Имеется в виду, что вся эта толпа оказалась не права, а я и главный судья оказались правы, потому что мы знаем правила, мы в них уверены. И, собственно, это давление тогда, ну, довольно легко преодолевать. Все в кино, а Артем Д'Артаньян. Итак, у нас в гостях Д'Артаньян Ухаров. Кстати, Д'Артаньян, а как звали? Это фамилия Д'Артаньян или ее имя? Когда показывали это кино, я еще был маленький и не помню. У тебя нет DVD с тремя мушкетерами? Нет. Я еще не выиграл тот турнир, на котором дают в подарок DVD с тремя мушкетерами. И DVD-плеер в абсолютке. То есть, в принципе, можно выиграть свою категорию, но и плакать над диском. Друг, три, вот это да. А на чем он смотрится? Что это? Крутить вот так на пальцы. А ты знаешь, что DVD до сих пор выпускаются? Нет. В некоторых странах. Вот, например, Джон Данахер издается там по 7, по 8, по 9 DVD. Это ты его смотришь в... В электронном виде. В электронном виде. Где ты смотришь Джона Данахера? Джона Данахера я смотрю на премиум канале BGG Freaks. Он сейчас вынуждает меня ему заплатить. Вернемся. Клава судейства. Ты видел когда-либо идеального судью? Ну, вот судья, к которому вообще никаких претензий. Ни от кого. Никогда. Да. Короче, если зайти на сайт ABGF, там скачать роллбук, там мужик такой, такая смуглая кожа, он там показывает движение, баллы и все такое. Вот, мне кажется, к нему нет проблем, претензий вообще. Почему? А он судит, как его зовут? Я не знаю. Ну, там фотографии, не придерешься. В нашей стране можно до радио докататься, а ты говоришь фотографии. Не, ну, он, как это, законодатель правил. Он пишет, два поинта показывается так, и показывает два пальца вот так вверх. Все, вопросов нет. Не так, не так, там не так. Как, да. Лодус. Да, не так. А вот конкретно вот так. Все, вопросов нет. А если, окей. Нет, там конкретно так. Вот, я думаю, к нему не придерешься. Кстати, а если судья покажет вот так? Это, наверное, для фото. Если мимо пробегает Ксения Никитина, и такая начинает махать камеры, и судья такой... Ксения Никитина не махает. Не махает. Не махает. Камеры не мажет. Ну, да, иначе у фотографии не получается. А у Ксении фотографии получается. А у тебя есть претензии к Ксюше? Нет. Отлично. В России. Вот страшный сон российского судьи. Вот чего больше всего может опасаться, бояться судья в России, когда его приглашают посудить на турнир? И вообще, отказываешься ли ты иногда судить какие-то турниры, если тебя приглашают? Ну, было дело. По ММА я отказался. Ты шаришь в ММА? Вот это самая интересная история. Меня позвали посудить турнир по грепплингу. Я приехал, предварительно, почитав правила по грепплингу, потому что я ни разу не судил. Предварительно сказав организаторам, что я не шарю в ВВ. EW-EW как-то? Ну, да. Так. Это что-то из рестлинга. Я в детстве смотрел, там этот Халк Хоган был, там Дуэйн, Скала Джонс, вот это вот все. Видел, да? У нас с тобой было разное детство. Я в детстве смотрел Брюса Ли. Ну и вот, в общем, я приехал, они боролись в ринге. Ну, на ринге. Халк Хоган? Нет, греппли. Вот, и в итоге что-то там пошло не так, и грепплингу вообще отменили. И говорит, оставайся судить по ММА. И говорю, во-во-во-во, парни, вы что? Говорит, я не в курсе, и ни разу этого не делал, и правила не знаю. Говорит, да там ума не надо, просто если что, видишь, один до другого сильно бьет, останавливаю. В ММА ума не надо. В ММА ума. Ну, нормально. А я ничего такого не хотел сказать. И я, кстати, тоже случайно вырвался. В общем, я отказался и уехал, потому что это какая-то дичь, конечно. Ну, мы говорим все-таки о турнирах по борьбе, причем о вполне конкретной борьбе, там, о джиу-джитсу. В связи с этим, ну, как бы, тяжело-опасно жизнь и карьера рефери? Ну, да, не опасно, но тяжело. Потому что постоянно ты принимаешь решения, очень много решений за очень маленький промежуток времени. Прикидывали примерно, сколько один судья отсуживает за турнир схваток, да, там, ну, условно, вот на гимназиуме. У меня где-то по 80 схваток последние, там, три турнира. Ну, там, у кого-то, может быть, поменьше, там, 65-70 схваток, у кого-то, там, 90. То есть, в районе, там, 80 схваток, условно, каждый рефери отсуживает. В каждой схватке он делает, там, ну, условно, по 10 оценок. Ну, плюс-минус, пусть будет 10. То есть, минимум где-то от 800 оценок он делает за день. Это по учёте того, что у нас внимание через сколько рассеивается? Минут через 20? Ну, от возраста зависит. Есть 15, 20, 40. Вот, соответственно, надо постоянно быть включённым, постоянно оперативка работает, постоянно внимание максимально. То есть, это дичайшее напряжение, дичайшая ответственность за каждое решение. То есть, ты должен отслеживать, где эпизод начался, где он закончился, закончился ли он уже или ещё нет. То есть, другой это уже эпизод или нет. Очень-очень-очень много деталей. То есть, когда ты смотришь просто рулбук, там всё понятно, всё просто. Там, балл даётся за это, адвенточный за это. Но, когда начинается реальная схватка и динамика, ты должен прям очень быстро успевать отслеживать. То есть, человек делает проход, сразу прыгает на атаку. Он ещё не зафиксировал проход, ещё не получил баллы, уже атакует, там, другой ушёл с атаки, там, он начинает возмущаться, а где балл за проход? Ну, типа, надо было сначала проход сделать, потом атаковать, да, условно. То есть, и вот в этой динамике постоянно, особенно, когда это, ну, такие не тяжеловесные, например, болятся, а лёгкие ребята. Они очень быстро двигаются, очень быстро у них постоянно роллинг, там, постоянно вот эти перевороты. И попробую следить, где эпизод начался, где закончился. Там может, я не знаю, пять действий пройти, и после этого ты только будешь давать оценку. Потому что это дичайшее напряжение. Вот, и условно, каждая ошибка, которую ты допускаешь, ну, не знаю, как у других рефери, я постоянно их анализирую. Я постоянно, если я там в чём-то не уверен, спрашиваю, либо у старших товарищей, там, у Стаса Варшавского, у Миши Погодина, ну, правильно ли здесь я поступил, или как по правилам правильно. То есть, всё время разбираю ошибки. Я все свои ошибки фиксирую. И иногда я даже потом плохо сплю, если честно. Потому что это же, ну, кому-то попортило настроение, кому-то попортило результат схватки, там, и так далее. А я потом условно с этим живу. Ну, я не знаю, как судьи, кто там, которые там людей сажают и так далее, и вершать судьбы. Вот, и условно, там, я примерно представляю, сколько ошибок я допускаю. То есть, ну, там, в среднем, я думаю, что там за турнир это условно штук 10. Может меньше, может больше. Ну, в среднем, я думаю, что каждый судья, там, на 800 оценок делает, там, плюс-минус 10 ошибок. То есть, в процентном соотношении это, там, сколько, это один процент условно. Ну, допустим, больше ошибок, там, 2, даже 3. Но я думаю, что где-то 1-2 процента будут ошибок. Итого, эффективность работы рефери? То есть, я думаю, что наши судьи, опять же, оцениваем по себе, где-то в районе, там, 98-99 процентов. В них точность оцены. Но, при этом, если вы попали на вот эту ошибку, в этот 1 процент, там, или 2, или 3, вы потом будете долго это помнить. Всегда я люблю. Да, всегда. Приклинать судью и так далее. Ну, на самом деле, я, кстати, после этого и подался в суде, потому что я помню, меня судил. Мы не будем же, да, называть имен. Судил один парень. Хороший парень. Хороший парень. Нет, вообще вопросов нет. А мой соперник разговаривал. Раз разговаривал, два разговаривал, три разговаривал со своим тренером. И я такой лежу, думаю, что за хорень. Типа, почему предупреждение за это не дают? Все, время заканчивается, мы встаем, и судья ему говорит. Не говори, нельзя разговаривать во время схватки. Но при этом предупреждение дал. А ты в курсе, что сейчас по новым правилам? Сейчас можно. Да, можно разговаривать. А тогда нельзя было. И я бы тогда выиграл. И у меня вот уже сколько лет мне шло, а до сих пор осадочек, что... Ай-яй-яй, судья неправильно отсудил, и я по этому схватку проиграл. Верните Артему Бронзову медаль за 14-й год. Не факт, что Бронзову. Я тогда был хорош. Не то, что сегодня. Ну, сегодня ты вообще, смотри, препараты. Как будто, я не знаю, пришел мне пылесос Кирби продавать. Кстати. Здесь могла бы быть реклама спонсора, но у нас нет спонсора, поэтому это просто минута молчания. Мы будем целую минуту молчать и под черно-белым таким вот. Я у тебя буду спонсоровать, мы еще будем целую минуту молчать и черный делал экран. Понял? Что, мы будем целую минуту молчать? Где учатся российские судьи? Вот где они набираются этого, вот этого вот всего? В смысле, уму-разума. Умопрочительного опыта? Уму-разуму, да. Вот где учатся российские судьи? Причем, хочу здесь сделать небольшую ремарочку, пока Артем думает, а ему думать нужно долго, потому что у него оперативка занята тяжелыми воспоминаниями о тех восьми баллах, которые он не додал за последние шесть лет. Так вот. Я сам забыл, что хотел сказать. Подписывайтесь на премиум. Это тоже хорошая мысль. Так вот, не случайно у нас в гостях не звезда IBJJF судейства или UHJF судейства. Это даже не Стас Варшавский. Это даже не Миша Погодин. Это даже, я не знаю... Назвал лучших судей в России. Да. Поэтому не они. Да. Поэтому я. Потому что они мем не проходили. Просто, среднестатистический российский судья, такого, что называется, местного развива. Могу я так притискать? Не будет искать битвы? У меня даже сертификата нет IBJJF. Да, кстати. А у кого-то есть. Те, кто не судят и не знают правила, кстати. Ну, если у тебя есть Black Belt, скорее всего, у тебя есть сертификация судейский. Вообще не факт. Не факт? Вообще не факт. Окей, а если ты Black Belt факт, что ты знаешь правила? Вообще не факт. Ты знаешь Black Belt, которые не знают правила? Никаких имен. Я не знаю, как сейчас. Но пару лет назад я слышал, что есть такие Black Belt. Слышал, но сам не видел. Тебе друг рассказывал про то, что он когда-то видел. Я слышал, да. Рассказывали, что есть такие Black Belt. А есть синие пояса, которые знают правила? Да, я думаю, да. Особенно в последних тенденциях IBJJF России идет семимильными шагами. Люди все больше выступают, все больше узнают деталей, правил. Используют правила, кстати, в своей тактической, так сказать, игре. Поэтому я думаю, что да. Так где же учатся российские судьи? Так, ну, пойдем несколькими путями. Первый путь это... А пока Артем идет несколькими путями. Представляем БЖЖ Киллер. Напиток, убивающий ваше джиу-джитсу. Иди. Просто мне кажется, что сейчас уже... Дети перестали смотреть. Ну, путь номер один, который... Поэтому ты так себе судья. И серебряный призер первой схватки на Abu Dhabi World Pro. 2017, по-моему, да? Да, так и было. Да, видели мы чего. Субтитры сделал DimaTorzok